Привет, кто не знает, меня зовут Маша, и я рассказываю, как продавать хендмейт за границу. И сегодня мы поговорим про статус StarSellers на Etsy, какие результаты мы можем увидеть спустя 3 месяца работы, какие сделать выводы, и нужно ради него стараться или нет. Ну что же, поехали. Как вы знаете, а может быть не знаете, StarSellers — это такая новая отметка продавцов, которые выполняют определенные условия. Что это за условия? Это 10 продаж за последние 3 месяца на сумму от 300 долларов, 95% пятизвездочных отзывов, 95% ответов на первые сообщения в течение суток и 95% своевременных отправок посылок. Если у вас цифровой товар, то отправка посылок здесь не учитывается. Оценка идет за последние 3 месяца, то есть, например, если у вас в сентябре все было хорошо, а в октябре показатели упали, то статус звездного продавца у вас заберут. Либо наоборот, если, допустим, у вас в сентябре все было не очень хорошо, но к октябрю-ноябрю вы свои показатели улучшили, то вы получаете статус звездного продавца. Какие произошли обновления? Когда только StarSeller запустили, то у многих людей были низкие показатели по сообщениям, потому что накануне они получили сообщение от администрации Etsy, на которое нельзя и не нужно было отвечать. Сейчас Etsy это отрегулировали, и если вы не отвечаете на сообщения от администрации Etsy, то это не учитывается в вашем рейтинге. Дальше. Если у вас есть два отправления, на которые у вас идет один трек-номер, то они оба будут засчитаны. Например, вы сделали первое отправление, и второе у вас, например, доплата за экспресс-доставку. Вы вводите один и тот же трек-номер дважды. Если вы видите, что у вас где-то низкий процент, но вы уверены сто процентов, что все было сделано в срок, и ответы, и отправка, вы можете выгрузить файл в рубрике StarSellers, и он вам покажет, где у вас не было ответа в нужное время, либо где вы задержали сроки. Из проблем, которые остались нерешенными. Это то, что в некоторых странах есть дешевый способ отправки без отслеживания трек-номера. Например, если отправляется что-то мелкое, люди не хотят платить большую доставку, и они выбирают доставку более дешевую без отслеживания трека. И человек может ввести его в систему, и из-за этого он не учитывается. Этот вопрос остается нерешенным. Также эта проблема действует для тех, кто продает диджитал товар как физический, а не цифровой. То есть его не сразу скачивают, а вы его как-то переделываете и потом уже отправляете на почту. Еще важный момент по поводу отправки. Здесь учитывается именно своевременная отправка и вот трек-номера. А уже сроки здесь никак не учитывается. То, что посылка идет долго, статус доставлено-недоставлено, это никак не считывается. И еще одна проблема с трек-номером у тех, кто отправляет определенными консолидациями, которые дают трек-номер не сразу после отправления, а спустя какой-то период времени, когда посылка уже достигает склада. К сожалению, здесь тоже у вас не получится вести трек вовремя, и решения этой проблемы нет. Как решить вопрос с быстрыми ответами на сообщения в течение суток? Если вы вообще никак не можете, или, допустим, вы куда-то уезжаете, или уезжаете на выходные, и у вас нет возможности, хотя я рекомендую поставить приложение и настроить уведомления о сообщениях, чтобы вы сразу их видели, то тогда вы можете настроить автоматический ответ. То есть человек будет вам писать, вы не отвечаете, и он будет получать сообщение, что в данный момент я не могу ответить, а отвечу там, допустим, через столько-то. И это будет засчитываться как ответ вашему покупателю. А теперь про статистику StarSellers и сложности. Из тех магазинов, которые я веду, у троих есть StarSellers, они получили другой магазин, у которого очень большое количество продаж в месяц, за счет чего идет очень много общения с клиентами, общение, задают вопросы по разным срокам доставки, плюс приходят какие-то сообщения в спамовом формате, я блогер, давайте рекламирую ваш товар. Сообщение, что здесь ваш товар украли, и здесь, и здесь, и здесь, присылает кучу ссылок, и здесь тяжело за всем уследить и каждому ответить. И вот в этом магазине у нас получился низкий процент именно по ответам. Там у нас 84%. Но ничего страшного, не могу сказать, что из-за этого заказов стало меньше. А потом, в одном из магазинов с цифровым товаром, которым я занимаюсь, возникла следующая проблема. Там все было хорошо, и магазин уже шел к статусу StarSellers, но один покупатель оставил отзыв в три звезды и обосновал его тем, что мне очень жаль, что вы товары не печатаете. Вот если бы их еще печатали, я был бы очень рад. Но товары цифровые тоже у вас классные. И все, она ставила три звезды, как бы, и по факту весь рейтинг упал. То же самое вопрос о Кэти, почему считаются только пятизвездочные отзывы, а не четыре и пять звезд. Потому что часто тоже покупатели почему-то ставят четыре звезды, хотя отзыв пишут, что им все понравилось и без каких-либо претензий. Теперь что же касается привилегий StarSellers, что он дает и так ли он вам нужен. Смотрите, самый главный вопрос. Поисковая выдача, влияет ли он на нее? Нет. Значок StarSellers никак не влияет на поисковую выдачу. Ни хорошо, ни плохо, абсолютно никак. Разницы нет никакой. Вы получаете значок фиолетовый StarSellers, его видно при поиске товара и у вас в магазине. Потом Etsy сделал, насколько я знаю, один раз рассылку с товарами StarSellers и добавляет некоторые товары к себе в Instagram. И еще они бывают, чаще добавляют их на главные страницы, в какие-то подборки и в распродажи. В принципе, пока что на этом все. Я не могу сказать, что после получения звезды StarSellers увеличились продажи. То есть такого абсолютно нету. Здесь в первую очередь играет роль только работа с магазином. То есть если на магазине мы работаем, мы видим, что у нас продажи растут. Если нет, то, соответственно, они не растут. Потом кто-то запустил слух или, не знаю, пошла такая волна, возможно, какая-то очередная сумасшедшая группа в Facebook, где стали говорить, что люди получили StarSellers и у них продажи стали падать. Ребята, это все неправда. Это все просто, не знаю, это супер выдумки. Во-первых, это нельзя никак подтвердить. Допустим, есть 20 магазинов. Из них у части продажи упали, у части продажи выросли, у части они остались такими же, как были. И это явно не потому, что кто-то получил эту звезду, а кто-то нет. То есть на основании мнения этих 20 человек вы не можете сделать какой-то однозначный вывод. На количество продаж может повлиять большое количество факторов. Мы не знаем, что за товар в магазине у человека. Мы не знаем про спрос, про конкурентов. Более подробное видео, почему упали продажи, можно посмотреть отдельно. Поэтому все непонятные заявления о том, что StarSeller снижает продажи, просто пропускайте мимо ушей. Таких вымыслов ходит про Etsy очень-очень много. А теперь, если вдруг вы не получили статус продавца, у вас не хватает количества заказов, что, например, актуально для какого-то дорогого товара, когда товар стоит от 1000 долларов и больше, то получить 10 заказов за 3 месяца, это часто даже бывает не такая и простая задача. Если вдруг вы не получили StarSeller, то ничего страшного, не переживайте, не нужно думать, что из-за этого у вас упадут продажи или ваш магазин теперь в каком-то низком теневом бане, что его никто не видит. Это все не так. Продолжайте работать над своим магазином. У меня есть очень хороший пример, где нет звезды StarSeller, но магазин прекрасно продает. Но там и огромная работа, огромное количество товара постоянно пополняется, постоянно расширяется ассортимент. Если вдруг вы все-таки верите, что StarSeller испортил вам продажи, то просто сделайте так, чтобы вас эту звезду забрали. Это сделать несложно. Пока что Etsy не дает каких-то особых привилегий для продавцов, кто получил эту звезду. И рвать пятую точку в истериках, в паниках и слезах я пока что не вижу. Поэтому если вам это дается легко и просто, то окей. Если не получилось, ничего страшного, не стоит истерить и сильно переживать. Но здесь еще вопрос идет о том, что из-за чего у вас не получена звезда. Если это ответ на вопросы, то здесь тоже не стоит их пропускать, в плане того, что чем быстрее вы среагируете на вопрос клиента, тем больше вероятность того, что вы получите от него заказ. Если у вас какие-то просрочки по отправкам, это в принципе очень плохо влияет на ваш магазин и на его рейтинг. Поэтому здесь ни в коем случае не стоит задерживать посылки. Старайтесь всегда отправлять все вовремя. Это таких два основных фактора, за которым вам нужно следить самостоятельно вне зависимости от старселлер, для того, чтобы у вас были хорошие продажи и для того, чтобы у вас не было претензий от клиентов по задержкам. На этом, я думаю, все. Мы разобрали. Если будут какие-то новые изменения, обновления, я вам о них расскажу. Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях, я обязательно вам на них отвечу. Не забываем ставить лайк под видео, подписываться на канал и в Инстаграм. На этом все. Пока-пока.